И всем привет, ребята, и вы на канале Мончик, и сегодня мы будем смотреть сериал Гача Лайф, сериал Нелюбим Моя Матерь Юду Уродка Я видела, многие снимают этот сериал только в Гаче, в своих моделях, там, ну, смотрят его, рассуждают Но я решила по-своему себя полностью вставить там, посмотреть, думаю, вам будет так интереснее Я сегодня с хомяком, будем смотреть Поставим хомяка, не знаю, вот сюда на задний план Его видно, в принципе, начинаем Ой-ой-ой, кажется, у меня не начнется Она рожает вроде бы, да? Ой-ой-ой-ой, кажется, улазит Нееет Кажется, еще один есть Господи А у нее трое детей будет? Так, надо держаться в спокойствии, спокойно Мне главный вопрос А врачи где в этот момент? Типа Я прихожу в больницу Рожаю Села, сама себя родила Все перемотала, посмотрела, все нормально, здорово И унесла Где врачи? Почему их нету? Они должны ей помогать родить Разве не так? Логика тут отсутствует, как я понимаю О нет, начинаются О нет Ах О нет Ай-я-я 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 Ая-я Господи Что еще? Да сколько можно? Она сейчас 10 человек родит, и один ребенок будет не нужен. О, Господи. Извини, сатана. Извини, сатана. Подождите. Извини, сатана. Неправильно, наверное, дело, но пофиг. Кто это? Кого она родила? Да. И сейчас этот ребенок будет, наверное, ее нелюбимым, потому что она родила какого-то чучела какое-то с розовыми, голубыми волосами и в зеленом наряде. Идеальное сочетание. Что за фигня? Почему я заново родилась? Это автор. Она родила автора. Короче, ваши дети в полном порядке. Можете идти домой, хоть прям сейчас. Все. Пока. Идеальная больница. Я ей ставлю 5 звезд. Этой больнице я ставлю 5 звезд. Это прекрасное зрелище. Это того стоило. Прикиньте. Просто сделав это все. Это того стоило, да. Ну, и самая главная концовка. Ваши дети в полном порядке. Все. Пока. И ушла. Ну, ладно. Допустим. Врачей в этой больнице нет. Окей. Че? Че это было? Она сама не знает, кого она родила. И ей пофиг, тем более. Те две девочки, которые в длине. Ну, близняшки. Они очень красивые. Очень. А эта уродка вообще никакая. Ну, и что? Что кошка? Она ни капли ни на меня не похожа. И даже ни на отца. А где отец? Вот этот самый главный вопрос. А где, собственно, отец? Уже должен прийти, помочь своей жене. Ну, типа, вот, жена, я пришел тебя. Я хочу тебя, вот, держи, там, не знаю, тебе цветы. Я не знаю. Вот, держи тебе, там, вкусняшку. Какие красивые дети. Где отец? Вот, собственно. Мне кажется, она, вот, отец ушел такой, знаете. Он ушел, там, не знаю, с друзьями гулять. Она пригласилась, я там, какого-то другого хахаля. Попили чаю вместе, но следующий день она беременна узнает. Один ребенок от ее мужчины, а вот эти два волка, я не знаю, кто это, от того мужчины. И главное, они красивые, да. А вот этот урод непонятный, ни на меня, ни на отца не похож. Ну, может, у отца такие волосы, может, у отца такой подбородок большой был. Я не знаю. Нам отца не показали. О, мои крышавицы открывают глазки. Назову-ка я их Соня и Лиза. Да, это идеально. За что мое имя туда сувать? О, я уродка открыла глазки. У них даже глаза там разные. Вот у этой уродки, у нее глаза светло-розовые. Похожи, типа, как у мамы, просто у мамы они яркие. А вот у тех две близняшек они вообще фиолетовые. Мне кажется, мать раздела ребенка от другого мужчины. Мне все равно будет кофиг, поэтому назову-ка я ее хотя бы Боба. Боба? Боба и Вова. Подождите. И этот ребенок, он мне не нравится. Но тем девочкам я даю женское имя. Это, конечно, тоже девочка, но назову ее Вова. Пусть ее не знают, чему орят в школе. Боба. Хотя нет, Вова. Это вообще все. А что сразу не Олега назвала? Что сразу, не знаю, не Витя? Витя, это не про тебя. Что вот сразу так не назвала? Можно же было другое нормальное мужское имя дать. За что Вова? Блин, жалко Вову. Кого зовут Вова, помянем вас. Она назвала девочку Вовой. Вова как раз даже и мальчиковое имя, как раз ей подойдет. Все равно она такая уродка. Все равно она такая, все равно она никогда не изменится и будет только уродкой. Видите, это что за будущее? Нет, чтобы сидеть, крючиться от боли. После родов нет. Нужно обязательно. Ты родила, тебе плохо. Подождите, в окно посмотреть надо. Тебе плохо, да? Ты родила, у тебя даже крови нет. Ты как их вытащила и, не знаю, с живота достала просто так. Сама просто не появились. Откуда ты их родила? Непонятно. Не знаю, выплюнула. О, мои девочки родились. Я в шоке. И просто нет, чтобы сидеть, не знаю, там при смерти. Ой, как мне плохо, я родила детей. Нет, я буду сидеть и засирать. Какая одна неправильная уродка, не похожа на меня. У тебя, у неё уши даже как у тебя. У неё глаза почти такие же, как у тебя. Что не так с тобой? Мои крас... Мои две красавицы всегда будут лучше ей. Да, мы всё. Почти мои близняшки и волчонки. Это ещё и волчонки, да? А где у них... Подождите. А где у них хвосты? Ну, если я не ошибаюсь, то когда ушки, то должен быть хвостик. Где он? Хвостик. Хотя какая разница? Всё равно они красивее, чем эта уродка. Угу. Сейчас я вас, красавица, одену. Ну-ка, во что ты их оденешь? Подождите. Это маленькие дети. Она уже сразу в шляпу. Там какое-то платье. Что это за платье такое гениальное? Оно ещё так всем со цветом так... Со цветом вообще совпадает. Идеально. Такая красота. Друг другу жёлтый, зелёный. Розовый, голубой. Ну, ладно, это... Сапоги оранжевые. Как у меня, наверное, футболка. Не, у них морковный цвет. Морковный цвет. Вторую там тоже очень гениально одену. А ту ротку я не буду одевать. Пусть все голые ходят. Как она ходить будет? Она только родилась. Кто над ней даже смеяться не будет? Это ребёнок, это младенец. Он должен быть голым. Не смеяться будут. Кто? Младенцы? Пошли эти девочки домой. А это мы не... Какая хорошая мать взяла. А детей надо голову. Подождите. Они в цирке все участвуют, да? Вас представьте такое. Я родила ребёнка. Я его так сильно люблю. У меня есть руки, но я не такая, как все. Понесу ребёнка на голове. Ой, упал. Какая незадача, да? Обтряхнул. Мне есть руки, но я не такая, как все. Я понесу ребёнка особенно. Она очень особенная мать. Очень хорошая мать. Несёт детей на голове. Они уже уснули. Они уже помирают. И она ребёнка, что ли, одного оставит в больнице? Врачи, забирайте этого. Ребёнка, он мне не нужен. Я не знаю, кто это. Это не мой ребёнок, хоть я его родила. Я... Витя дам лимоны, пусть и ест. Эту родку мы не будем забирать, да? Конечно, это логично. Почему этих... Такое у меня красивое оставили? А этих двух лодок забрали. Надо что-то придумать. Пойду-ка я за ними. И тогда я им отомсю. Подожду, когда их не мамаса. Уйдёт. И я плавилась и отомсю им. Так можно сделать? Это ребёнок только родился. Только родился. Он уходит сама. Он уходит. Что это такое? Она уже дома. Почему маленькие дети на двухэтажной кровати спят? Мне что, король, делись. Младенец даже умнее. В руки взял ребёнка, а не на голову. Ну, он и не ходит. Капец, сильная. И те плачут в закрытом ртом. Ты долго идти будешь? А, ну это же ребёнок. Капец. Давай, бей. Бей, да, давай. На, тебе нужно. Бей. О, дома. Хи-хи-хи. Едем отомсти. Они красные. Теперь я буду... Любимой дочкой. Они вот эти двое. О, лодки. Здесь только я красивая. Больше никто. Ха-ха-ха. Ребёнок, помойнись. Кто этот сиал снимал? Просто битва титанов. И потом... Я стану ведьмой. Я буду самой любимой дочкой. Что это за... Не знаю. Там тебе мама уже придумала план на твою жизнь. Ты будешь улодкой нелюбимой. Тебе уже придумали планы на жизнь. Зачем ты меняешь их? И мама приходит в подвал. Подождите. Она с таким радостным видом. Ой, пойду я в подвал. Не знаю, зачем я пойду. Меня манит. Зовёт в подвал. Дети, вы убиты. И я тебя убью, мразь. Это логично очень. Дальше. О, нет. Девочки. Сонечка, Лизочка. Что с вами? А та стоит такая довольная. Это всё ты, уродка. А ну иди сюда. Да. На, получи, уродка. Меня вот этим ртом, рассказывает, она закрыла рот и говорит. Очень логично. Очень. Получи, мразь. Получи. Это звуки войны, наверное. Знаете, просто... Получи, уродка. Получи. Получи, уродка. Она, знаете, за кадром такая... Тыкай, тыкай. Получи, уродка. Получи. Господи. Что я смотрю? До чего я докатилась? Получи. Некультурная засранка. О, господи. Уродка. Да вообще, вздохни. Эээ. Давай, свертушкин, бей. Она красная. Плачет тоже с закрытым ртом. Опять же, она очень любит своих детей и несёт их на голове. Уронит. Вофиг. Я хорошая мать. В другой спальне. Подождите. Что у них там за какой-то супер богатый дом? У них одна была спальня, а потом резко вторая. Что это за богатый дом? Не переживайте, малышки. Эта уродка вам ничем не помешает. Я скоро вернусь. Угу. Куда ты пойдёшь? Злая такая. Ещё куда-то пошла. Интересно. На кухне какая? У неё кухня даже больше, чем она сама. Взяла нож, ножницы в подвал пошла. Ребёнок-то уже мог убежать из окна, я не знаю, в это время. Немедленно сядь на стул. Живо. Давай. Села. Господи. Битва титанов. Мне страшно. Что ты? Она красная ещё. Ты её краской обрела кетчуп. Не знаю. Она её решила больше унизить. Мало того, что она с таким подбородком, из-за того, что она вообще разделась, ты её решила подстричь. Не знаю, уши ей вот так вот огрубило такая ножничками. Она такая оп, 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 ага, лысая теперь полностью, и ты ей ещё шрам, не знаю, вот тут такой сделала. Моя аккуратность превыше всего. О, просто прекрасная мать безумная. И потащила её, куда-то её понесла, на улицу. Выкинула. Слушай, а ей по лицу видно, а почему у неё один чёрный глаз? Я только сейчас заметила. У нас выросли волосы. У них всех нормально только родиться, и уже растут волосы. Мам, смотри, у нас выросли волосы. Слушай, а куда делась, уродка? Не переживайте, девочки, я её выгнала. Не переживайте, девочки, я её убила. Чё сразу так не могла сказать? Я её убила. Была бы добрая мать. Кстати, даже дети побеспокоились, где эта уродка. Они, не знаю, её увидели бы, не знаю, может, пожалели. Смотрите на их миленькие лица. Они, им страшно. У них мать-убийца. И она такой с улыбкой говорит, не переживайте, девочки. Я её выгнала на улицу. А? У меня есть одна идея. Какая? Какая? Зачем ты крутишь этим шаром? Я хочу из неё сделать служанку. Пусть поработает у нас. Она решила сделать и своей же дочери служанку. Ребёнок, если вы, девочки, вот умные, у вас очень умное лицо. Ну, милое, серьёзно. Ваша мать по лицу, видно, тупая. Позвоните вы в органы в опеке. И всё. Либо же та дочка, которую выкинули на улицу, зашла домой, раз она такая умная. Взяла телефон, позвонила. И всё. Вам в детдоме жить будет лучше. Потому что, ну блин, что она сделала с тем ребёнком, мне его жалко. Мне его серьёзно жалко. Ну и, ребят, хотела сказать, извините за шум на заднем плане. Там машинка стирается и вода шумит. Извиняюсь. У нас так уж и быть. Я её верну. Круто! Зато будет кому где убегать. Круто! Она стояла с таким лицом. Господи, кошмар какой! Круто! Зато нам не надо будет ничего делать. И с таким лицом, главное. Я не понимаю, что это такое. Где логика? Она отсутствует. И почему они все продолжают говорить с закрытым ртом, а мать просто и такая. Я радостная. А то мы сами не можем. А висанет в округу. Почему вы плачете? Вы это уродки вовы. Намного длиннее волосы. Чего? Подождите, а как Вова успела их уже отрастить, скрыть свой шрам, прийти домой в каком-то платье, не знаю, горничной, мне кажется? Она, знаете, она уже сразу подслушала разговор, так как, так, ну я буду уборщица, одену платье горничной, сразу волосы отращу, накрашусь и буду вся такая, будете вы мне платить, значит? Вот, очень медленно. Ничего, сейчас я это исправлю. Да, хватит уже ее бить, дайте ей уже, не знаю, пожить спокойно. У них все заключается в том, что просто бить одного и того же человека. Все, подстригли. Вот теперь у вас волосы длиннее, чем у этой уродки. Теперь у вас длинные волосы, а не у этой уродки. Ай, Кануэль, что это происходит? Чего, же дети рожают? У нас еще длиннее стали волосы. Подождите, можно мне тоже так... Как больно, ай-яй-яй. Волосы растите, почему не растете? Выросли Супер монтаж кода Просто поставила на паузу Не благодарите Что у них за шампунь? Ладно, девочки, вам пора спать Давайте я вас переодену И ложитесь в кроватку Как ты их быстро пальцем ткнула Они уже переоделись А где я буду спать? В подвале Не, для тебя идеальное место Хочешь? Хочу, хочу Тогда пойдем Подождите, я вас поставить хочу Короче, дура, ты наказана Короче, дура, ты наказана Все, ты будешь жить в подвале С этого дня Я вас пытаюсь поставить Как-то более-менее ровно Я поставила Ты теперь будешь спать Как она долго летит, кстати И да, одежда бомжа находится под кроватью Подождите, одежда бомжа То есть у бомжов отдельный вид одежды есть То есть там Есть, не знаю, брада Там всякие одежды А есть, ну, гучи Бомжучи есть еще, да? Прикиньте, я не знала Есть одежда Есть одежда бомжучи Это какой магазин? Мне туда надо Я не хочу носить Бомжовскую одежду Я буду носить Эту одежду Хоть она и для Сулзан Так ты ее сама одену Она намного лучше, чем какая-то бомжовский мусор Так намного лучше Будет Улыбка И да, мне тебя стало немного жалко Поэтому я решила тебе Поэтому ты будешь жить на улице Чуть-чуть мебели поставить Ну хоть за это, спасибо Какая красивая мебель, ребята Я в шоке Она решила Пожалеть свою дочку Впервые в жизни И дать ей нормальную мебель Что она ей поставила в комнату? Она ей в комнату поставила Шкаф Крысу ей положила Табуретку какую-то Или столик И одну игрушку Кот под столом У нее еще большая кровать Здорово Здорово У тебя такое наказание Ты должна через месяц исправиться Если ты не исправишься То Ты больше здесь никогда не будешь жить Ты будешь навсегда бомжом Ты не будешь никогда здесь жить Но ты будешь навсегда бомжом А одежда бомжа ей сейчас Зачем я сама получается Сейчас не бомж По небе-то спасибо Но я подумаю Исплавлюсь я или нет Все равно я еще Бомж Надяло то, что ребенок Просто ненавидит И злится на нее Потому что Та ее не взлюбила Прям с самого рождения Потому что она хотела Может быть, что ее мама Будет любить Она же с самого начала Там вроде бы говорила Что типа Ты меня не любишь Я буду мстить этим девочкам Она же просто Пстит из-за того, что ее мама Не любит И совсем внимания не уделяет Мне кажется, что если бы Мама ее тоже любила То, может быть, ребенок был бы Счастлив И любил с родителей Мне кажется так И главный ребенок Я подумаю Какая Лишь плохой Но наказания все равно будут И я уже придумала Некоторые наказания Но их еще рано Использовать Поэтому Мать Это твой ребенок Какие наказания Ты его должна любить Что не так с этой матерью Не понимаю я Жду, когда ты через месяц Через месяц Будешь исправлена Ну, лядня, лядня Посталась исплавиться Ребенок умный Все Я спать Окей Спокойной ночи тебе Уродка Уродка Но все равно Я завтра приду Чтобы Ты Уже была Проснувшаяся В 6 утра Понятно А что и делать В 6 утра И да Завтра К Моим девочкам Будет в постель Да поняли Поняли Все Давай Уродка Окей Все Завтра Жду Чтобы ты Была Проснувшаяся В 6 утра Все Ты уже Это вы говорили Храпит Конечно Она Жестко Ты в одной И той же одежде Ходишь Ты ее даже Не хочешь Поменять На следующий день Пора Вставать Конечно Что ты там Прыгнула Такая Одежда Поменяла Слава богу Девочки Присыпайтесь Идите на кухню Я никогда Не понимаю Логику Этой девочки Почему Она Не делает Типа Вот пришел Допустим Персонаж И поставить Его на ноги Почему Он продолжает Идти на одном Месте Вот знаете Как это Выглядит Просто Ой Ребятули Вы падаете Чуть Чуть Я боюсь Что вы сейчас Упадете Но смотрите Просто Как это Вы Выглядит Она идет И такая Все Девочки Просыпайтесь Я пошла Проснулись Все Пойдете Нина Серьезно А почему Она не хочет Установить Почему Она идет На одном И том же Месте Я просто Иду Просыпайтесь Девочки Разборотик Пошли Логично Безумно Уродка Вова Приготовит Вам Завтрак Уродка Вова У этого Уродки Вовы Нормальное Имя Мне кажется Ну что Вам Сделал Этот Уродка Вова Она Просто Родилась Ее уже Все ненавидят А сейчас Покажет Переодевайтесь И развернулась Короче Как я и показывала Просто Стоим Идем Идем Хоп Разборот Пошли Дальше Девочки Девочки Вы недавно Родились Как вы Сами Переодеваетесь Что За Магика Соня Вставай Ты что Хочешь Пропустить Завтрак Они Говорят Как Королева Уже Встаю Закрытым Ротом Я Пластилин Решила Понять Пока Сижу Смотрю Этот Цирк Потому что Они Переодеваются Безумно Долго И Безумно Долго Идут Вова Как Вова Готовит Плита Сверх У нее Тем более С другой Стороны Так же Она Ну Постою Подержу Шкаф Такой Позе Знаете Тут Плита Допустим Вот здесь Плита Так же Вова Оно Готовится Само Ну Готовься Я теперь понимаю Почему Она так Злобно Смотрит Она просто Почему Не готовится Я же Держу Ее Почему Не готовится Не понимаю Она просто Готовит Стоя Вот так Вот руку Ой Она там Готовится Мешая Суп Шкафчик Закрой Ее Открой Не знаю Плита С другой Стороны Глаза Хоть Открой У нее еще Такой Злобный Вид Такого Эй Уродка Есть Че Пожрать В одном Из серий В первой Было Ее Жалко И Сейчас Эй Уродка Че Есть Пожрать Та то Мы Голодная Как Бы Конечно Же Есть Говно Им положи Мы так неси быстрее Мы голодные Говно Им положи Сейчас Подождите Минуточку Положи Что нибудь Невкусное Вот Ваш Завтрак Подождите Это же Та самая Крыса Из подвала Она ее Запрала Им есть Что ли Приготовила Молодец Уважаю Вову Это Вова Самый Лучший Не знаю Персонаж Мам Нам Это Уродка На Мам Нам Это Нам Это Уродка На Завтрак Какой Тохую Крысу Давай Разберись С ней Какой У нее Тонкий Голос Как Ты Посмела Моим Красоткам Дать Такую Такой Завтрак Дохлую Крысу Это Ужас Сама Жри Эту Дохлую Крысу Так Ты Ее В Побал Прилипала Так Уж И быть Я Им Приготовлю Фирменное Блюдо Они Твои Говнючие Крысы Дохлые И вообще Вали отсюда Ты Второй Раз Наказана Теперь Ты Будешь Жить Год В В Этом Подвале Вот Извините Что я Умничаю И продолжаю Это делать Но У меня Просто Взрывает Крышу Ты Второй Раз Наказана Она Сама Попросила Ребенка Приготовить Поесть Ее Не Смущает Что Ребенок Недавно Только Родился Это Вообще Никого Не Смущает Что Они Один День Назад Вроде Б Родились Только То есть Они Вчера Родились Только Она Уже Должна Приготовить Завтрак Что Она Ожидает От Ребенка Которого Она На Не Злеется Ненавидит Свою Маму Ненавидит Сестер Потому Что Она Ожидает Когда Ее Еще В Комнату Притащили Эту Крысу Ей же Мама Ее Принесла В Комнату Мы Разобрали Этот Момент Живо Ну И Лядня Пойду В Свою Комнату Зато Там Нет Таких Улодок Как Как Вот Эти Двое Мне Жалко Волны Не Переживайте Девочки Сейчас Я Вам Приготовлю Нормальный Завтрак Не то Что У Этой Уродки Поддержите Вас Ваш Завтрак Ли Завтрак А Че Так Тихо Заговорила О Господи Ребята А у нее Крыса До сих пор Ноживая Что ли Они Ее Видимо Отпустили Все Таки Короче Она Видимо Наелась Она Безумно Такая Здоровая Знаете Была Такая Маленькая Девочка И просто Опа Меня Расплющило И Что За наряд Девочка Конечно Работать Почему Ты Пытаешься Изменить Ребенка Он Даже Если Он Будет Нормальным То Он Все Равно Не Будет Тебе Любить Из-за Того Что Ты Ненавидишь Думаешь Думаешь Она Она Тебя Нет, это ты, уродка, так же, как эти двое. Как там их? Нора и говняшка. Она не урыла её, она её закопала. Ну серьёзно, ребёнок уже напрямую пытается ей показать, что она её не хочет видеть, а она её ненавидит. Зачем мать продолжает ей портить психику? Сама ты говняшка. Сама ты говняшка. Вообще-то их зовут Лиза и Соня. Могла бы и запомнить. Зачем? Ой, ну ладно, ладно. Лиза и Соня. И вообще. И чего-то я должна запоминать, чьи это имена. У меня есть своё имя. Вова. Прекрасное имя. Ой, Вова, Вова. Да какая ты Вова. Ты вообще уродина. Мать, ты сама дала ей это имя. Сама. Она ей дала это имя. Сама придумала его. И сейчас, Вова, Вова, ты вообще уродка. Мать, вы когда работать там, не знаю, может начнёте или за тебя Вова тоже работать будет. Она и так вам служанка. Хотя на то, что это твой ребёнок тебе нормально живётся или нет. Не понимаю. Что-то сказали? Ничего. И вообще. Иди уже. Вставай. Коридор иди. Я тебя там жду. Ну и лядня. Ну и лядня. Всё. Всё, иду. Давай-давай, я тебя жду. Не буду я никуда идти. Вот что тут останусь. Тут хотя бы меня никто не трогает. А так это мамашка пьясла. Не на чё. Ой, говорит, что он не пойдёт. Потому что он не хочет, чтобы её мамашка это обижала. Мать, пойми ты уже, что ты портишь этого ребёнка ещё хуже. И зато пофиг. Вот если бы ты... Мне кажется, если бы мама её любила, если бы... Ладно, ей не нравился этот подбородок. Можно же было просто сделать какую-нибудь операцию и отрезать его. Ничего так. Ничего так. И встала и пошла. Главное. Сказала, я никуда не пойду. И встала и пошла. Что ты будешь делать? А ты так не могла до этого сделать? Надо было ставить паузу и дальше? Не, ну... О, Господи. Теперь ты будешь только под моим контролем. А что так тихо? Почему она демон? Что я пропустила в этой жизни? Почему она демон? Почему? Господи. И та стоит главное. Не надо. Мать смеётся на то, что она изрезала своего же ребёнка. Добрая мама. Сразу видно, в кого этот ребёнок. Её же... Ребёнок же тоже раньше так смеялся, когда та над ней издевалась. Скажите, а как она измельчилась? Что стало с её волосами? Мама, папа, наконец-то. Я вас нашла. Мама, папа, тебя родила та женщина, которая тебя избила. Я не спорю, они похожи, но... Я приду, я поняла. Смотрите, вот это вот папа, отец. О, она, вот та мамаша, как раз таки с ним ходила пить чай. Потом она от него забеременела. И появился этот ребёнок. Ес! А это его жена на самом деле. То есть она... Он изменил этой жене. И на самом деле это его ребёнок. Обнимашки. Всё, я поняла. Я поняла эту обнимашку. Я поняла обнимашки. Я всем приветствую. Я решила вас. Всем приветствую. Сменить образ, ну как он, а, 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 а. И да, подпишитесь на мой канал. Идеальный образ. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео. А если вам понравились эти три новые серии, то тогда подпишитесь на канал. И напиши любые креативные комментарии. Буду ждать. И да, кто... И да, я буду лайкать ваши комментарии. Пока-пока. Прекрасно. Она нас поцеловала. Хорошая. Кстати, давайте посмотрим, что там за комментарии написали ей. Мне очень интересно. Очень тяжёлый сериал. Сложно было смотреть на мучения Вовы. Этот сериал надо понять. Не просто посмотреть Вову, персонаж, которому Сова переживала весь сериал. В сериале поднять важнее социальные темы, как принятие себя буллинг и абьюзерные родители. Надеюсь, малыш Вову будет счастлива. Замку ставлю 8 из 10. Очень расстроилась, что маме было вынесло наказать за детство, детское рабство, избиение ребёнка и держав малыша в подвале. Надеюсь, она сядет за свои соединения. Спасибо за фильм. Посмотрела на одном дыхании. Короче, ребят, я понимаю, что, ну, блин, она сейчас просто начала говорить о сериале, рассуждать это всё. Хотя, в принципе, ты сделал ребёнок. Но тоже мама гениальна. Так. Давайте смотрим. Шедевр. Ставь лайк, если понравилась та часть, где уродка Вова убила детей. Ставлю лайк. Это прекрасно. Сценарий 10 из 10. Озвучка 110. Спецэффекты 10 из 10. Актёра там миллиард из 10. Средняя оценка 110. Так. Тут тоже начинают говорить про гадковую тёмку. Ну, блин, я серьёзно могу сказать. Боже, шедевр я видела более лучшее видео про гачу. Лайв показать это деду. Он шедевр в окно выпал. Бедный дед. Отец в окно выпал. Давайте оценим теперь этих персонажей. Что я вам расскажу про маму. Мама... Ну, мне кажется, мама очень подло поступила, потому что нету отца. Непонятно откуда, зачем она тогда рожала этого ребёнка, того отца, от этого мужчины, если она, ну, то есть родила ребёнка своего же. И просто гнобила его. Весь сериал она гнобила своего же ребёнка. Глупо выглядит, нету логики у мамы. Она говорит закрытым ртом. Непонятно. Мама поменяла одежду всего лишь два раза в сериале. Хотя там Вова уже раз в 15, не знаю, поменяла эту одежду. Ну, ладно. Постоянно била ребёнка ради того, чтобы любить тех детей. И непонятно, где отец этих детей. Вот мы узнали. Дальше. Две вот эти близняшки. Я так и не понимаю, кто из них Соня, кто из них Лиза, если они похожи просто. Потому что сначала я была рада, что малышки беспокоятся за сестру. А потом они просто её начали защищать. Короче, это просто, знаете, персонажи, которых она любит и всё. Они как-то никакой там роли ошибки не играют. В основном играет роль мама и Вова. Всё. Вова. Правильный ребёнок безумный. Просто ребёнку сломали психику, хочу сказать. Ребёнок Вова. Девочка Вова, тем более. Я бы, если честно, если бы у меня был такой ребёнок, я бы, наверное, подбородок ему отрезал. Ну, отвезли в больницу, сделали операцию, всё. Но это же гача-сериал, здесь нет логики. Также вот этот вот персонаж, автор, со своим рождением. Это выглядело максимально непонятно, каким образом она родила. А саму себя, ну ладно. Дальше. Вот эти родители ребёнка прекрасные. Похоже. Я, слава богу, догадалась дальше этого смысла. Откуда появилась эта Вова. До сих пор не понимаю, от кого вот эти два Волка. Ну ладно. В принципе, не будем судить. Мне понравился сериал, хороший. Озвучка прекрасная, всё прекрасно, шедевр. Сама сейчас в окно выкину. Витя без слов смотрел ему самому даже. Он умер от счастья уже, он в присмерти сидит. Ну, в общем, нам на этом мы и закончим. С вами была я, София. Всем пока-пока. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Всех люблю. Всех целую. Пока.